Что в психотерапии, что в церкви, нужно идти с верой в то, что мы поможем. Чем лечить-то можно? Только страхом и только любовью, другого нет. Во время психотерапии мы так поднимаем иммунную и гормональную систему, там такой бурный перестрой идет организма всего. Проблема веса – это проблема психики. Той суммы, которую запрашивают врачи-психотерапевты, проще сойти с ума, чем вылечиться. Невозможно было подумать, что это можно сделать в простой психотерапии. Если тебе плохо, если у тебя проблемы, если какие-то мысли не дают тебе спокойно жить, сделать нужно очень простую вещь. Здравствуйте, дорогие друзья. Мир, в котором мы живем, становится все более безумным. Мир просто сходит с ума. И помочь могут нам только они – психотерапевты. Сегодня в гостях у нашей программы доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук, врач-психотерапевт, психиатр и нарколог Шорин Валерий Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Я скажу вам по секрету, что с Валерием Владимировичем мы знакомы уже больше 20 лет. Поэтому не обращайте внимания, что мы с ним будем говорить, как старые добрые друзья. На «ты». Итак, чем могут в этом безумном мире простым людям помочь психотерапевты? И вообще, безумен ли мир? Мир совершенно… Не преувеличиваю ли я? Нет, ты совершенно не преувеличиваешь. Мир совершенно безумен. С каждым годом становится все хуже и хуже. Наверное, это не то слово «хуже и хуже». Он становится, может быть, даже и лучше. Но что сумасшедшееся… С точки зрения психотерапевтов, он лучше и лучше, больше пациентов. Да. Но сумасшедших в этом мире становится действительно слишком много. Если раньше по статистике всегда… Я своим студентам говорил, что из четырех больных обязательно один будет больной с шизофренией. То есть сейчас по статистике может быть даже и больше. Я имею в виду, конечно, психиатрические заболевания. Не общий соматический профиль. Мир действительно стал сходить с ума, но это и понятно. Ситуация в мире очень сложная. Она и политически сложная, и социально сложная. Все эти нагрузки, которые взваливаются на сегодняшний день на плеч простых людей, они, конечно, выбивают из колеи. Но опять же, это работы больше для психотерапевтов? Ну, сейчас, конечно, работы намного больше. Но при этом ведь ничего особо-то не поменялось. Люди раньше не шли к психиатру и боялись его. Так они на сегодняшний день не идут. Тем более, сейчас появилась большая, в общем-то, ниша, которую заполнили уважаемые господа психологи. И многие идут на прием к психологу, а не к врачу-психиатру. Это уж крайняя мера, когда идут к врачу-психиатру. Хотя я скажу, что вот в последние как-то годы очень много больных идут с депрессивными расстройствами, с паническими атаками, тем более, что на сегодняшний день идет просто какой-то бум того, что депрессивные расстройства косят особенно молодое поколение. Это очень страшно смотреть то, что происходит. А в чем это выражается? И самое главное, сейчас я скажу, Андрей, самое главное, что вот эти все депрессивные расстройства, они идут очень смазанные. Обычно мы врачи называем это депрессией лаврата, маскированной, скрытой депрессией. Депрессией, которая маскируется за совершенно другие заболевания. Это заболевания сердца, печени, почек, опорно-двигательного аппарата. А когда начинаешь разбираться, что ноги-то растут из банальной психосоматики, которая потом перерастает в эти проблемы. И она маскируется за всеми этими вещами. И когда уже начинаешь с больным разбираться, общаться, то понимаешь, что это действительно на первый план. Это депрессивные расстройства, которые необходимо убирать. А убирать его, естественно, должны врачи. Вот ты говоришь, что к психотерапевтам как не ходили, так и не ходят. Ну, это почему? Это боязнь как вот к зубному сходить? Или просто не понимают, что именно вот это нужно? То есть они просто не знают, что вы, люди, которым можете помочь, вы так называетесь? Совершенно верно. Изначально психиатрическая служба была сделана для того, чтобы оказать помощь больным с этими проблемами. Но на сегодняшний день, особенно после всех наших так называемых карательных психиатри, если ты помнишь, народ как бы внутренне генетически закодировался о том, чтобы к психиатру лучше не ходить. Лучше пойти куда угодно, лучше посидеть на кухне. Принудительная психиатрия, это что такое? Напомню. Принудительная психиатрия? Да. Ну, вот тебе раз. Можно подумать на никого. Ну, в смысле, это ЛТП или что это? Когда, нет, ЛТП это отдельно, это принудительное лечение больного алкоголизма. Тоже отдельная, совершенно большая тема. Тем более, если ты помнишь, я был родначальником того, чтобы закрыли ЛТП. Когда-то вместе с Министерством здравоохранения Российской еще Федерации и МВД мы занимались, проводили сеансы по лечению больных алкоголизмом в ЛТП номер один. Это была удивительная вещь, когда нам разрешили лечить больных просто в лечебно-трудовом профилактории. Ты же знаешь, что такое лечебно-трудовой профилакторий. Он пьет, а ему давали два года за то, что он пьет. И его сажали в это лечебно-трудовой. Это тюрьма. Закрытая тюрьма, где они жили, где они работали. И вот мы там начали проводить лечение по методу Довженко, Александр Романович, если ты помнишь. И после этого делали заключение. Ты ведь был учеником Довженко. Мы потом, может быть, об этом поговорим, расскажешь. Это интересно. Это очень интересно, с удовольствием расскажу. И вот как-то получилось так, что мы давали заключение, что даже неизлечимых больных, находящихся в ЛТП, можно лечить. Это что касается принудительной наркологии. А то, что ты говоришь по принудительной психиатрии. Раньше за каждое нарушение всегда нужно было кому-то расплачиваться. Но под руками была психиатрическая служба. Всегда больного можно было закрыть, спрятать, убрать. Сегодня, конечно, это все по-другому. Хотя, ты знаешь, мир как-то поменялся, встал с ног на голову. Буквально приведу тебе последний пример. Например, недавно в Астрахани произошел уникальный, просто вопиющий случай. По скорой помощи в приемное отделение психиатрической больницы поступает женщина. Ее привезли две дочери. Женщина просто невменяемая. У нее бред, у нее галлюцинация. Она рассказывает ужасные вещи. Но дежурный врач смотрит. Действительно, нужно ее госпитализировать. Она ее оставляет на ночь в стационарном отделении. Утром приходит комиссия, как сейчас положено по закону. Три человека комиссионно собираются. Смотрят, да, психоз прошел, все прошло. Какой-то он был транзиторный, то есть проходящий. Ну, в общем-то, нормальный человек. Ее выписывают. Проходит 8 месяцев. И вдруг эта женщина вспоминает и пишет жалобу на этого врача, который ее госпитализировал. Что ты хочешь? Был суд. Вот врачу дали 2 года условно с запрещением работать врачом-психиатром. Вот тебе и пример, что сейчас уже не карательная психиатрия. А карательная в отношении врачей. Но сейчас говорят, что так поменялось, что если укол даже там сделает пациенту, и у него останется от укола след, этот пациент может прийти и пожаловаться на врача, сказать, что он мне неправильно это сделал. Ты даже не представляешь, как сейчас тяжело стало работать с пациентами. Приходится убеждать и уговаривать то, что мы раньше делали на ура, и то, что это было нормально. То есть сейчас много времени тратится впустую именно на уговоры больных, что им нужно попить препараты. Ты даже не представляешь, как это происходит. Ко мне приходят больные, и я начинаю предлагать, вы будете таблетки пить, или вам психиатрия нужна, психотерапия. Так одни говорят, нет, какие таблетки никогда, только психотерапия. А другие говорят, какая психотерапия? Вы хотите, чтобы меня гипнозом лечить? Да ни в коем разе. Вы меня хотите дураком сделать? Только таблетки. Удивительная вещь в нашем мире. И что помогает лучше? Ты знаешь, не бывает одно без другого. Нужна и психотерапия, нужна и медикаментозная терапия. Если уже ситуация очень серьезная, так бывает практически в 80-90 случаях, то обязательно начинать нужно терапию с медикаментозного лечения. А потом уже подключать психотерапевтические методы лечения. Потому что без медикаментозного лечения психотерапия иногда бывает не совсем адекватна. Другими словами, больному нужно вперед показать, что он идет на поправку. А потом уже к медикаментозному лечению подключать еще и психотерапию. Вот тогда эффект будет психотерапии просто на ура. Но вот жизнь на месте не стоит. Во всех сферах всякие открытия происходят. Вот психотерапия, она же уже лет больше 100, 200-300, наверное. Есть какие-то сейчас прогрессивные методы, наверняка, появляются? Что сейчас модное в психотерапии? Ты знаешь, вот я бы не сказал, что сейчас бум на новые методы психотерапии. По структуре методы психотерапии, как они были, так и они остаются. Да, они развиваются. Их сотни на сегодняшний день, этих методик. Но каждый старается привнести что-то в новое. Кстати, помнишь, я привносил тоже методы лечения запатентованные. были в свое время. Получение алкоголизма, наркомании. У тебя, ты автор метода информационное блокирование патологического очага. Патологической доминанты. Патологической доминанты, ясно. А много лет назад ты был учителем, вот, Александра Романовича. Учеником. Довженко, у которого было кодирование. Кодирование, оно вот в современном мире такое, как бы, компьютерный термин. Кодирование, декодирование. Где кодирование и компьютеры, там взлом. Это значит, что, как бы, взлом мозга происходит такое, хакерство такое, психотерапия или нет? Давай уж так честно. На сегодняшний день слово кодирование не несет никакого смыслового значения совершенно. Это просто сленг. Потому что, кто бы, чем бы ни занимался, особенно в психотерапии, алкоголизм и наркомании, то все кодируют. Любой врач кодирует. Это что-то выдающееся происходит. Сделал укол, закодировал. Поставил горчичник, закодировал. А ты кодируешь? Нет, я лечу. Тут недавно ко мне пришли два кандидата наук, две молодые дамы из Института Сербского. Хотели поработать у меня в институте. Я говорю, милые дамы, а чем вы занимаетесь? А мы, говорит, кодируем. Я говорю, а как вы кодируете? А мы кодируем по методу Довженко. Я говорю, а что это такое? Ну, говорит, мы берем витамин В6, шприц. Укол ставим и говорим, вас закодировали. А уж что творится в округе, так это вообще дибу даешься. То чулочек повесят, закодировали. То носочек, то платочек завяжут. То яйца катают. Это все кодирование на сегодняшний день. Ни одного дня не проходит, чтобы я не услышал новый метод кодирования больных от алкоголизма. Но вот сегодня с какими проблемами обычно приходят? Ведь меняется же, видимо, меняется жизнь наша, да? Проблемы меняются, с которыми люди сталкиваются. С чем сейчас вот приходят к психотерапевтам? Ну, надо сказать, что, во-первых, в первую очередь больные очень долго и трудно выбирают сейчас врача-психотерапевта. Потому что выбор врачей очень большой, и люди стали очень отслеживать, чем врач занимается, что он делает, что он умеет. Читают литературу, где он учился. Это же как сродни к гинекологу, видимо. Наверное. Ну, а во-вторых, я же говорю, что на сегодняшний день основная масса – это больных с депрессивными расстройствами, с паническими атаками, с невротическими расстройствами. Очень много психосоматических заболеваний, которые не диагностируются врачами и терапевтами. Бывает так, больных ходят десятками лет по врачам общесоматической практики. И только потом он случайно, совершенно случайно приходит к врачу-психотерапевту, и тот начинает докапываться и находит ту проблему, которая в нем сидит. Ну, пример можешь привести какой-нибудь из своей практики? Примеров очень много. Хочешь, тебе самый первый свой случай расскажу? Давай. Он немножко не связан, про психосоматику, но тоже где-то перекликается. Это было еще в Астрахани, я на шестом курсе заканчивал только медицинский университет. Я тогда уже занимался психотерапевтическими методиками. И как-то, дежуря в стационаре, захожу в палату, и мне говорят, вот сегодня привезли из Краснодарского края больного, который пять лет не ходит. Его действительно привезли на коляске, у него некоторые уже психические нарушения. Я говорю, а почему он не ходит? И рассказывает такую интересную вещь. Была у него свадьба. Это было лет 8 тому назад. Жена со своими друзьями, с родственниками поехала на двух легковых машинах. Он поехал из другой деревни на эту свадьбу. Раньше, помнишь, был выкуп, они все ездили туда-сюда. А ситуация была такая, что две легковых машины с женой, со всеми родственниками попали под КАМАЗ, идущие навстречу. И когда его уже привезли на место трагедии, он увидел эти раскореженные машины, погибшую жену, своих ее родственников, увидел водителя этого КАМАЗа, который повесился прямо на двери этого своего кабины от стресса. Он просто сел и больше не вставал. И вот когда я его увидел, естественно, это был истерический паралич ног, его лечили от всего, ходить он не мог совершенно. И вот тогда первый раз я попробовал провести сеанс гипноза. Он в состоянии транса, в состоянии глубокого гипноза, первый раз за пять лет вышел на своих ногах из гипнотарии. Вот это действительно было что-то, когда это можно показать, как это происходит на самом деле, что может сделать гипнотический транс с человеком. Ну, это касается вот отдельно такого взятого случая. Что было потом? Он вышел из гипноза и опять упал? А когда он вышел из гипноза, ему все окружающие стали рассказывать, что он ходил, он не поверил. Через пять сеансов гипноза он стал совершенно уже без транса ходить на ногах. Потом был долгий этап реабилитации, потому что действительно была трофея мышц ног. Ну, в любом случае, он встал на ноги, стал ходить. Это как бы уникальный случай или таких случаев, или это типичный случай, что можно с помощью гипноза вылечить многое? С помощью гипноза можно сделать очень многое. Очень многое можно сделать. Ты же понимаешь, вот с помощью трансовых состояний можно сделать самое главное. Вот смотри, в нашем организме есть две системы, иммунная и гормональная. Это вот те самые стабильные системы, которые очень редко могут меняться. Так вот, с помощью гипноза, особенно эмоционально-стрессовой психотерапии, мы добиваемся того, что вот эта самая стабильная, неподвижная система идет и меняется. Выбрасываются гормоны в кровь, меняется биохимия. Удивительные вещи после сеансов трансовой психотерапии, особенно эмоционально-стрессовой психотерапии, как побочная вещь происходит восстановление менструального цикла у женщин, которых не было 3-4 года. Кстати, могу тебе рассказать интересный случай, который произошел в Москве. Если ты помнишь, а ты обязательно должен помнить, снимали фильм «Колдуны России». Меня пригласили на этот фильм из Владивостока. Снимался Кашпировский, снимался Райков, снимался ученики Довженко, Чумак там уже был. И когда мы приехали, снимал этот фильм «Шпигель». Немецкая кинокомпания «Шпигель» приезжала сюда в Россию и снимала фильм «Шпигель». Журнал это, да? Да, да, да. Они снимали документальный фильм. И тогда была очень интересная вещь. Про меня рассказали, что я могу это с помощью гипноза все это сделать. Подходит ко мне редактор этого фильма и говорит, Владимир Владимирович, у меня такая проблема, нет Менсенса в течение нескольких уже лет. Я говорю, давайте я с вами поработаю сегодня, а посмотрим, что будет завтра. На следующее утро она мне звонит, говорит, что вы знаете, вы будете консультантом нашего фильма. Я говорю, почему? Она говорит, а у меня все восстановилось. Вот ведь как бывает в этой жизни. Вроде гипноза, уникальные вещи происходят. Поэтому, ты знаешь, вот гипноз это гипнозом, а вот эмоциональная стрессовая психотерапия, чем я занимаю всю эту жизнь, и изменение трансовых состояний, это, конечно, удивительное искусство, которым нужно владеть. Если ты помнишь, когда мы учились у Довженко, нас было 164 человек. И он брал с каждого региона по одному человеку. И для того, чтобы стать учеником, ты как-то к нему обратился. Я просто, почему об этом говорю, много лет назад я писал о Валерии Шорине, написал очерк. И он мне это все рассказывал. И он тогда тебе сказал, вот с этого региона у нас есть, а нужно, вот с Сахалина нет. Давай я расскажу. Переедь, да. И ты взял и переехал откуда-то там, с Красноярска, что ли, прямо. Нет, 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 нет. Я закончил Свердловский медицинский вуз, и меня направили работать в город Первый Уральск, в Свердловской губернии. И вот тогда я узнал про Довженко, написал ему письмо, а он сказал, что, простите, в Свердловске у меня уже есть два ученика, вот у меня нет никого на Сахалин, если хотите переезжать на Сахалин, поработайте там немного, я вам пришлю приглашение. Я тут же собрался, собрал жену, двоих детей, мы уехали на Сахалин, и через четыре года я получил приглашение от Довженко на специализацию. Вот тогда я у него научился всему, чем я занимаюсь. А как обучение было? Он же был такой авторитарный человек же. Очень авторитарный. И самое главное, что вот эта методика Довженко, методика кодирования, она была очень авторитарной. Это уже на сегодняшний день многое поменялось в методике Довженко, многое поменялось в технологии, в производстве этого метода. Сами, конечно, корни некоторые остались, а ведь все давно поменялось. Не, ну, собственно, тогда вообще авторитарная ситуация в стране была. Я начальник, ты дурак, да? А сейчас-то вроде как демократия, да, и эти методы, может быть, уже не актуальны, не прокатывают. Нет, нет, сейчас никак нельзя работать. Почему я и тебе говорю, что 20, по-моему, 22 года, если не ошибаюсь, тому назад, я как раз защищал кандидатскую диссертацию. Тогда вот я и запатентовал свой метод лечения, метод информационного блокирования алкогольной доминанты. Вот как раз этот метод был, шел как-то, не то чтобы в разрез, но он дополнял методику Довженко, и он стал совершенно не авторитарным. Просто унитарный метод лечения, который подходит для всех пациентов. И вот тогда, где-то лет 25 назад, я защитил патент по методу лечения, это лечение алкоголизма, эмоционально-стрессовой психотерапии. После Сахалина ты очень много лет проработал в Владивостоке, в Приморском крае, и в Приморском крае у тебя ведь тысячи, тысячи, или даже там, ну, тысячи пациентов, На сегодняшний день только по одному алкоголизму было пролечено около 40 тысяч. Только по алкоголизму, не считая другой патологии. Это наркомания, это зависимости другие, игровые зависимости, карточные зависимости. Плюс еще больные с психиатрической патологией. Очень много больных с соматической патологией, которые также идут на эти методы лечения. Это очень интересный, уникальный метод лечения, которым можно, в общем-то, не то чтобы все вылечить, но помочь в какой-то мере каждому человеку можно. Много лет назад я был на одном из твоих сеансов, таких коллективных сеансов, или там массовых сеансов, где вот как раз вот речь-то и шла вот по методу Довженко, усовершенствованному тобой, вот метод информационного блокирования. И ты там людей, как бы вот, не знаю, как это сказать, кодировал, не кодировал, но на смерть, на слепоту, на паралич конечностей, то есть если они нарушат этот вот сами собой выбранный там срок, в течение которого они не будут пить алкоголь, то их постигнет неминуемо вот это. Это продолжается или это как-то тоже изменилось? Да ничего не может измениться, потому что не должно ничего меняться. Дело в том, что вся наркология на сегодняшнее лечение в наркологии, это запретительные методы лечения, которые держатся на страхе. Что бы ты ни сделал, укол держится на страхе, вшиваешь и спираль держится на страхе, все держится на страхе смерти. Нет другого пока в наркологии ничего. Вопрос только в другом, что рано или поздно медикаменты, которые тебе вливают, они естественно уходят. Те таблетки, которые тебя вшивают, они рассасываются, а то, что ты закладываешь в мозг, это держится намного дольше и очень работает совершенно спокойно. Ну, то есть, опять же, все-таки это взлом хакерства? Я бы так не сказал, ты знаешь. Наши священнослужители очень плохо относятся к методу кодирования, ко всему остальному, что называют это бесовщиной. Народ тоже начинает спрашивать, а как эта церковь к этому относится? Ну, кстати, вот по поводу трансплантации органов-то тоже там церковь по-разному к этому относится, но патриарх сказал, что это как бы богоугодное дело. Я тебе больше скажу. Так же, наверное, в отношении той же психотерапии. Когда я учился у Довженко, я учился с таким уникальным человеком, как Григорий Игоревич. Это на сегодняшний день он доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, при этом он доктор богословских наук, он протеерей, сейчас пацан в Петербургом церкви, как же эта церковь-то? Иоанна Притеча. Мы с ним учились, мы очень долго с ним общались, потом он ушел в монастырь, и на сегодняшний день это один из трех человек в нашей стране, которые разрабатывают и усовершенствуют метод Довженко, не поверишь. Так вот, чем уникален? Он создал на основании метода Довженко свой метод, который называется метод целебного зарока. И в этой церкви, и она Притеча, каждую неделю он проводит лечение больных алкоголизмом, основой этого лечения является метод Александра Романовича Довженко, дополненный церковными службами, обрядами, причащением и так далее, и так далее, и так далее. Я вот недавно сам узнал, почему вот все общества трезвости в России, которые сто лет назад вдруг начали возникать, они носили имя Иоанна Притечи, Иоанна Крестителя. Знаешь, почему? Почему? А потому что он был этот святой, к которому с уважением относились и люди, и даже царь Ирод, который отрубил ему голову, он к нему с уважением относился, он по пьянке отрубил ему. То есть это как бы вот такой символ, что человек пьяный становится просто безумным. Ты знаешь, как Иоанн Кроштанский лечил до революции больных алкоголизмом? Как? Никогда не слышал? Нет, нет, не слышал. Удивительная штука, удивительная вещь. Обычно весной перед посевной, чтобы крестьяне не запивали, он их кодировал. И знаешь, каким образом это было произведено? Он их вставил в шеренгу, человек 15-20 в церкви, и говорит, сейчас я вас буду лечить от того, чтобы вы всю посевную не пили. Он брал ложку когора, подносил каждому, запрокидывал его голову или направо, или налево, но очень далеко туда, чтобы было неудобно. И вот в это, когда голова повернута, открывал рот, вливал когор, глубоко засовывая туда, надавливая ее на окончание языка. Появлялся рефлекторный, рвотный эффект. Совершенно рвотный рефлекс. И он тут же давал императивное внушение, что пить ты не будешь до конца посевной, ибо... И так далее, и так далее, и так далее. Вот это первый психотерапевтический метод, освященный в церкви и работающий до сегодняшнего дня. То есть Довженко все-таки взял что-то... Обязательно, от Иоанна Кроштадского, да, 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 да. Очень интересно все это, особенно связано с церковью. Вот что касается, ты говоришь, страха смерти, и как это можно лечить, и больные находятся под этим страхом, это тоже удивительная вещь. Я всегда привожу пример, опять же, Григорьева, отца Григория. Его всегда спрашивают прихожане. А небесовская ли это вот штука-то лечения алкоголизма такими методами? Он говорит, совершенно небесовская. У беса, говорит, силы не хватит, чтобы так и лечить. Чем лечить-то можно? Только страхом и только любовью. Другого нет. И другого никогда не будет. Ну да, человек, такое существо, что... Но метод крут... Кнутая пряника ведь у нас. А пряник в чем тогда? Бросил пить человек, да? Он сохранил семью, начал больше там зарабатывать, там и проще. Пряник в этом или в чем-то? Другое отношение к жизни? Обязательно, когда у человека убираешь какой-то костыль, его опоры в этой жизни, у алкоголиков эта бутылка, он обязательно пытается найти себе другой костыль спасительный. И тогда возникает уже интересная метаморфоза с человеком. Одни начинают заниматься детьми, другие заниматься бизнесом, третьи начинают заниматься спортом, четвертые... Ну, у каждого это свое. Но каждый обязательно находит ту нишу, которой ранее у него не было, потому что вся эта ниша была заполнена алкоголем. Вот. А что касается кодирования, мы так с тобой и не договорили эту тему. Она мне тоже очень больна на сегодняшний день. Я же тебе говорю, что все налево и направо кодируют. И когда я тебе рассказывал о том, что было всего 164 ученика, я буквально два года, полтора года назад собирал здесь в Москве оставшихся в живых учеников Довженко. Сколько их осталось? 16 человек. Из них только 8 на сегодняшний день работают. Только 8. Это возраст или это... Возраст, возраст. Нам всем уже за 70, за 8 и за 90. В этом году было 25 лет со смерти нашего учителя и 100 лет со дня его рождения. Мы в апреле отмечали. Ты представляешь, сколько времени прошло? При этом, то, что у нас осталось 16 человек, только по Москве более 500 человек считают себя учениками Довженко, где они учились непонятно, но все они кодируют. А по всей стране кодируют более 2000. Но это как бы уже внучатые ученики, да это ученики учеников? Или что это? Мы никогда не воспроизводим учеников. Не потому, что мы этого не хотим. Это действительно сложный механизм обучения. Очень сложный. Кстати, могу тебе рассказать, несколько лет тому назад мы пытались организовать обучение наркологов методу информационного блокирования. То есть того, что мы умеем, на что у нас есть патенты, что мы можем сделать. Мы организовали кафедру при университете, открыли кафедру. Кафедра так и называлась. Кафедра эмоционально-стрессовой психотерапии. Но все уперлось в обыкновенное бюрократство. Мы неоднократно ходили вместе с Тамарой Васильевной Чернобровкиной. Это уникальный, кстати, человек. Надо отдать ей огромную дань уважения и благодарность. Она более 30 лет не зная психотерапию. Она врач-биохимик. Она занимается и подводит научную базу под этот метод. Вот все исследования по гормональным, по логическим изменениям в организме все мы делаем вместе с ней. Она это проводит, анализирует всю эту работу, отбирает всех этих больных, смотрит. Это удивительные результаты. Так вот мы пошли на прием к главному наркологу России и просили только одно. Нам не нужно ничего. Мы открыли кафедру. Давайте организуем всех наркологов в стране, чтобы они обучились этому методу. Чтобы не было такого, чтобы все говорили, я кодирую. А как он кодирует, даже никто не знает. И вы будете контролировать данный процесс. Чем закончилось? Ну, ничем не закончилось. Мы где-то год пообивали пороги по всем инстанциям. Сказали, что это никому уже не интересно. Это вчерашний день. Хотя на сегодняшний день нового нет ничего в наркологии. Давайте так честно говорить. Спасение утопающих остается делом рук самих утопающих. Совершенно верно, Андрюш. Ты в самом начале сказал, что к психотерапевту просто так люди не идут. То есть нет такой привычки, нет такой потребности. В последнее время, в последние десятилетия у нас появилась возможность в церковь ходить. И пойти, ну, например, душа когда болит, пошел к батюшке, исповедовался, стало полегче. Вот у психотерапии и у религии есть какие-то точки соприкосновения, либо, наоборот, противоречия какие-то? Ведь там и там работают вроде с душой, потому что психа – это же душа. Ну, ты понимаешь, нет никаких противоречий. Все зависит от человека, от его кругозора, от его знаний, от того всего. Допустим, современные отцы, настоятели, святые отцы, они совершенно спокойно относятся к тому, что врачи-психиатры, психотерапевты занимаются именно лечением души. Ведь то же самое делают они. Но паства у нас, честное слово, немножко разное. Если он верит в Бога, он идет в церковь. Но если он атеист или сомневающийся, он не пойдет в церковь, ему куда? На улицу идти? Он идет к врачу-психотерапевту. Это нормально, совершенно. Ну, а бывает так, что верующие люди приходят? Конечно, конечно, конечно. Очень много. Я просто помню, что когда-то, вот тоже много лет назад, еще где-то в 90-е годы, когда мы с тобой говорили по поводу, не помню какого случая, и ты рассказывал об одном своем пациенте, у которого какие-то были проблемы. И ты ему сказал, сходи, пожалуйста, в церковь, исповедуйся, причастись, а потом приходи. Это было так? Ну, в смысле, это было так. Это было так, я так всегда делаю, когда очень сложные случаи, когда я вижу, что здесь не психическое заболевание, а одержимость. Давай уж так честно, есть в наше время и такая вещь, как одержимость. И лечить ее нужно не гипнозом, не психотерапией, а отчитывать молитвой. И это совершенно нормально. То есть бывают случаи, когда и психотерапия бессильна, когда нужно надеяться только на Бога. Только на Бога. И такое есть. Но и там, и там, что в психотерапии, что в церкви, нужно идти с верой в то, что мы поможем. И не важно, кто это будет, святой отец или врач, психотерапевт. Но если нет веры глубоко в душе, то и эффект будет нулевой. Хотя, я, наверное, себя чуть-чуть противоречу, потому что я тебе ранее сказал, что во время психотерапии мы так поднимаем иммунную и гормональную систему, там такой бурный перестрой идет организма всего. Он так пересматривает свое отношение, он так очищает свою конюшню от этого мусора и выбрасывает за борт ненужное то, что отработанное. Но здесь очень важно уметь работать именно трансовыми методиками. Обычно этой методики связаны с работой сознания и подсознания. Многие говорят, что мы работаем трансовыми методиками, трансперсональными, что мы в гипноз. А что вы делаете при этом? Что вы делаете? Механизм. Вот у меня докторская диссертация была как раз посвящена механизму, как можно запустить эту работу сознания и подсознания. Как сделать так, чтобы во время трансового сеанса сознание было немного загружено, а подсознание работало. Ведь дело в том, что ты получаешь всю информацию о мире с помощью сознания, с помощью тех пяти чувств, которые у тебя есть. Это так называемые репрезентативные системы. Зрение, слух, осязание, обоняние. И когда ты получаешь информацию, сознание всю эту информацию перерабатывает, синтезирует, она ее сравнивает с тем прежним опытом, который был у тебя в жизни, а потом уже дает готовую команду подсознания. Так вот, сознание это компьютер, у которого нет памяти. Ну, представь себе, это та болванка, которая может взять всю информацию, а что сделать здесь, дальше не знает. У нее нет памяти. Поэтому сознание оперирует только одной мыслью в какое-то определенное количество времени. А дальше эта мысль уходит, приходит другая. и все это... Так вот, сознание нужно успеть отдать информацию подсознанию. А вот подсознание это огромный мощный компьютер, он в 36 тысяч раз больше оперирует возможностями информации, чем наше сознание. И все эти ячейки памяти этого компьютера загружены этой информацией. Допустим, в этом огромном компьютере находится буквально все, что было с тобой в твоей жизни. в любой день. Стоит только почерпнуть и вытащить. Почему есть такие интересные методики, когда можно вытащить какую-то ситуацию, которая была у человека в детстве и которая дала травмирующий результат на все последующие годы его жизни. Можно ее вытащить, проанализировать, переработать, и тогда проблема будет уходить. Но именно переработать, а не стереть. У меня недавно был такой интересный пациент, молодой человек, 17-летний, с суицидальными тенденциями, который пытался покончить жизнь самоубийством после неприятности со своей мамой. Он приходит ко мне, я говорю, хорошо, юноша, а какой у вас запрос ко мне? Можно стереть, чтобы я вообще не понял, что я натворил? Я говорю, а давай с тобой немножко проанализируем данную ситуацию. Вот представь себе, сейчас ты живешь под действием того, что ты эту ситуацию помнишь. И именно эта ситуация пытается тебя остановить от следующего такого же твоего шага. Но как только я сотру эту информацию, ты не будешь помнить, что с тобой было. У тебя просто не будет опять же того банального страха, который с тобой был после того, что ты совершил. И ты заново можешь это все повторить. поэтому не стирать информацию нужно, а перерабатывать и уже на новом уровне выдавать новую информацию. Понимаешь, какая вещь? А реально стереть-то можно вообще технически-то? Технически можно. Сложно, но можно. Можно не просто стереть, можно ведь и вытащить информацию. Есть такая методика, называется методик сигналинга. Когда по сигналингу просто по мышечному подергиванию можно вытащить из памяти любую информацию. У меня несколько, но давно уже еще в Владивостоке был такой уникальный случай, когда у одного большого начальника ГАИ утащили из машины Волги 25 тысяч долларов. По тем временам это были сумасшедшие просто деньги. Вот он пришел ко мне и говорит, ну 25 тысяч долларов сейчас сумасшедшие деньги. Можно узнать хотя бы номер той машины, на которой приехали эти ребята? А ситуация была банальная. Он ехал в машине, был естественно нетрезвый, где-то застрял в какой-то луже, попросила его вытащить, подъехала машина, пацаны там подбежали, подтолкнули, но после того, как они подтолкнули, с заднего сидения пропала сумка с деньгами. Я говорю, хорошо, а вы видели номер машины? Да, видел, но я не помню. Есть специальные методики, когда больного в глубокий гипноз погружаешь и говоришь, что сейчас будет сигналинг. я буду называть, считать от одного до десяти, допустим, первую цифру номера. И когда я назову правильную цифру, допустим, ваш правый палец руки будет подергиваться. И начинаешь медленно и упорно считать, раз, и на какой-то цифре делается рефлекторное движение. Он сам даже не осознает, делает все подсознание, подсознание работает совершенно вместо него. Вот так вот несколько чтений данных цифр, ты получаешь определенный номер. Приходит через несколько дней, ну что, ну как, ну что, машину-то нашли, но денег уже нет. Вот и все. То есть, это уникальная вещь, когда можно с ней работать. Это понятно, чудеса-то психотерапия может совершать, но если говорить о психотерапии как о медицинских услугах, это ведь платные услуги, но это же не бесплатные услуги. Психотерапия в нашей стране даже не входит в состав, мы говорили с тобой, страховой медицины, перечни услуг, поэтому все это платное. Сейчас даже в больших государственных поликлиниках, клиниках, то есть, психотерапевты тоже сидят на платных приемах. Вот, когда вот, например, человек осознал, что у него проблема, с которой он не может справиться, он не верующий человек, он не может пойти в церковь, чтобы отмолить свои эти все грехи и проблемы, с какой суммой ему нужно располагать, чтобы пойти, чтобы мысль о психотерапевте для него стала реальной. Ты понимаешь, начиная, если брать наш прекрасный город Москва, то тут от той суммы, которую запрашивают врачи-психотерапевты, проще сойти суба, чем вылечиться. Сумма доходит до астрономических. Недавно ко мне приходили мама с девочкой, мы, говорит, прошли много психотерапевтов, но, знаете, сумма неподъемная, от 200 до 300 тысяч, только за один сеанс психотерапии за час берут 50 тысяч. Ну, то есть, эта психотерапия, получается, в нашей стране, это удел богатых людей? Да нет, ты знаешь, есть много нормальных врачей, которые берут нормальные деньги за свою работу, это совершенно адекватные деньги, которые можно заплатить. Допустим, средняя цена по Москве, если вот не говорить о звездности врача, то она фигурирует где-то в пределах за 10 сеансов 50 тысяч, от 40 до 50 до 60 тысяч, это совершенно нормальные, приемлемые цены. Я тебе больше скажу, что 50 тысяч на сегодняшний день это 10 сеансов психотерапии, за эти 10 сеансов нужно очень многое сделать. Но это сеансы, это каждый день либо с какой-то... Нет, не обязательно, зачем? Допустим, я в своей клинике провожу сеансы с пациентами через день, через два. Нет смысла каждый день загружать, а если это идет проблема с избыточным весом, то мы вообще принимаем больных раз в месяц по этой тематике. Нельзя торопить организм на снятие веса очень быстро. Если ему положено не больше 3-4 килограмм в месяц сбрасывать вес, то и нет смысла сеансы делать каждый день. Ну, то есть, я не ослышался, сбросить вес это проблема психотерапевта, а не диетолога. А ты когда-нибудь видел, чтобы кто-то похудел у врача и диетолога? Давай уж так честно. Проблема веса это проблема психики. Вот могу тебе рассказать, буквально был случай несколько дней тому назад, пришла ко мне девушка с избыточным весом. Внешне избыточного веса там нет. При росте 164 там 172 килограмма, буквально там, ну, совсем 5-6 килограмм. Я долго пытался найти причину в голове, почему, что это такое. И в конце концов с ее помощью причину нашли. Причина была совершенно банальная. Не особо хорошие у нее отношения с мужем. Совершенно не особо хорошие. И спят они раздельно в разных комнатах. И интимной жизни у них не было уже полтора года. При этом он ей сказал, пока ты не похудеешь, я с тобой заниматься сексом не буду. А ей так не хочется заниматься с ним сексом, что она не собирается худеть. Но об этом она не знает, об этом знает ее подсознание. Она пришла с проблемой похудеть, но проблема не в похудании, не в избыточную весе. Проблема в ее подсознании. Она сама себе поставила программу, что она не будет с ним заниматься любовью. А уже организм делает свое дело. Он не дает ей возможность похудеть, чтобы этого не было. Чем все закончилось? Сколько она сбросила? Она не собирается заниматься с ним сексом. Другими словами, она ничего сбрасывать не будет. Убирать нужно неизбыточный вес. Налаживать нужно совместную их жизнь, их отношения. И как только это произойдет гармония в сексуальной жизни, вес уйдет сам собой. Не будет этого барьера уже. Не будет этого запрета в подсознании. С какими еще проблемами могут приходить? Ну вот проблема веса, ну то есть те, которые не очевидны, а вот психотерапевтически. Вот проблема веса как бы она не очевидная. А проблема там вот говорят, ну наркомания, там это ну понятно, это психотерапевты. А с какими проблемами вот еще могут приходить люди, ну в частности, ну конкретно вот к тебе. Ты знаешь, вот я не знаю ни одной такой проблемы, с которой бы люди ко мне не приходили. Это всякие навязчивости, это всякие запреты, или наоборот всякие разрешения, которые они не могут себе прекратить. Это проблемы с бронхиальной астмой, это проблемы с кожными заболеваниями. Это все относится к уровню психосоматические. И если не помогают врачи их профиля, лучше всего идти к врачу-психиатру, психотерапевту. Так оно обычно и бывает. Они ходят по кругу, а потом приходят к нам. Потому что нет тех проблем, с которыми к нам не приходили. Буквально вот несколько ко мне ходит постоянно в течение уже нескольких лет молодой человек, у которого синдром Эпштейна-Бара. Вирусное заболевание, вирус находится в крови, определяется только анализом крови. После 5-6 сеансов психотерапии вируса нет. Иммунка так начинает работать, так активно вырабатывает все вещества, что подавляет весь этот вирус. Проходит полгода-год, он опять сделает анализы, опять вирус появился. Он опять на сеансе, через 5-6 дней вируса опять нет. Никогда бы невозможно было подумать, что это можно сделать простой психотерапией. Ты можешь дать тем людям, которые сейчас нас смотрят, какие-то простые советы для обычной жизни? Мы же все постоянно живем в состоянии стресса или в пристрессовом состоянии. Как справляться со стрессом в быту? Простые советы от психотерапевта? Ну, если это человек верующий, считай, вот что нас. Если человек неверующий, то считай до 10, глубоко вдохни или выдохни. Прочитай какую-то мантру, расскажи какое-нибудь стихотворение. Ну, в самом благоприятном варианте, если у тебя прекрасно работает печень и хватает алкоголь, фермент алкоголь до гидрогеназа, тогда ты можешь выпить совершенно спокойно на ночь бокал вина. Я иногда своим пациентам говорю, вы знаете, уж лучше быть бокал вина на ночь, чем пить транквилизаторы очень долго и упорно. В принципе, действие одно и то же, расслабляющее. В любом случае, если тебе плохо, если у тебя проблемы, если какие-то мысли не дают тебе спокойно жить, сделать нужно очень простую вещь. Постараться сесть в кресло, включить музыку, расслабить мышечное напряжение всего тела, это не так сложно. И буквально в течение нескольких минут повторять одну и ту же фразу. Я полностью контролирую свою психику и свое поведение. Я полностью снимаю то напряжение, которое у меня сейчас есть. Я даю тебе полнейшую гарантию, не пройдет до 10 минут, как уйдет. Ну, не совсем уйдет, конечно, может быть, что-то остаться, но напряжение, это перезагрузка, она должна уйти. Есть другая методика. Вот, допустим, как американцы лечат панические атаки. Мы лечим таблетками, уколами, ублажением, уговорами, психотерапией. Они делают очень просто. Допустим, у тебя клаустрофобия, боязнь закрытых помещений. Они тебя закрывают в клинике в лифт и говорят, ну, все, лифт сломался. То есть, клин клином вышибает. И у больного начинается жуткая атака клаустрофобии, обливается потом, начинается паническая атака, сердце лазит из груди, здесь все это красное, все распирает, он не знает, что делать. Вот он сейчас умрет, но проходит 5 минут, рано или поздно он все равно понимает, господи, а ведь я до сих пор жив и ничего со мной не произошло. Успокаивается гормональная иммунная система, он выходит из лифта и поехали дальше. Так, 5-10 сеансов человек будет здоров. Да, это жестоко, это так, но что теперь сделать? У каждого свой выход из данного ситуации. Но наша российская, она использует такие же такие строгие суровые методы? Есть, но очень редко мы используем такие методы. Наверное, самый страшный метод это наше лечение, это эмоциональная стрессовая психотерапия и больных алкоголизм. Вот на сегодняшний день это самая серьезная, самая солидная методика, которая применяется в наших клиниках с больными алкоголизмом. Это действительно серьезная методика. Самая страшная, но и самая эффективная. Она самая эффективная. При этом, давай уж так говорить честно, и после наших лечений, и после наших манипуляций больные какой-то процент тоже идут в срыве, тоже начинают пить. Но этот срыв это очень минимальный. Наркология официальная на сегодняшний день дает 7-8 процентов ремиссии после лечения. 7-8. Мы даем по своей статистике от 89 до 93 процентов эффективности. И при этом нам говорят, нет, ваша методика не подходит, она направлена на страх. А мы говорим, нет, господа. Дело в том, что страх и проявление тревоги это очень важная вещь в организме. Очень важная. Это стресс. Но почему-то все забывают, что еще по теории Селье стресс есть эустресс и дистресс. Есть разрушающий стресс, который разрушает полностью весь организм. А есть эустресс, который помогает мобилизироваться, поднять иммунную гормональную систему и на этом фоне выйти из этого состояния. Важно, как применять стрессовые психометодики. Очень важно. Поэтому стресс это очень хорошая штука для организма. Нельзя его постоянно стрессировать. Нельзя. Это однозначно. Но иногда это очень важно сделать. А если мы это делаем с лечебной целью, так это вообще прекрасный результат. Но самое лучшее в нашем случае не доводить до того, чтобы тебя приводили к врачу, наркологу или психиатру, чтобы лечиться эмоционально-стрессовой психотерапией. Ну, чего мы, наверное, пожелаем сейчас всем нашим зрителям. Я думаю, что сегодня много о чем мы поговорили на этот день. Вот для меня, например, было неожиданно, что какие-то проблемы, которые неочевидны психические, а не вдруг их можно лечить психическими. Я, конечно, подозревал об этом, но для меня и, возможно, для многих это было тоже таким откровением. Я тебе больше скажу. Ты знаешь, там думаешь, где никогда это не поможет, да, потому что те же суставные боли при ревматоидных отрытах, при других убираются прекрасно. Да, пускай это не на всю оставшуюся жизнь, но вылечить больного так и так невозможно. Мы всегда даем какую-то ремиссию на какой-то определенный срок. Пускай это будет год, два, три, пять. Но себестоимость затрат на проведение психотерапии и себестоимость тех операционных проблем или других, которые связаны с большими медикаментозными терапиями, обследованием, аппаратурой, тем другим, они намного дороже, чем сама психотерапия. Хотя эффективность от нее гораздо больше. Ты прекрасно понимаешь, что мы последние годы научились много диагностировать. Везде открываем огромные диагностические центры, закупаем бешено дорогую аппаратуру. А в итоге-то самое-то главное научиться лечить больного, не диагностировать. Диагностировать мы всегда сможем поставить диагноз. А вот как правильно его вылечить, это большая проблема. Одним словом, я, Андрей, желаю тебе не болеть. Спасибо. Пожалуйста. Этого же мы тогда пожелаем всем нашим зрителям. И будем знать, что хоть мир исходит с ума, но на страже всегда стоят психотерапевты. Валерий Владимирович Шорин, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, врач-психотерапевт, психиатр и нарколог. Спасибо, Валера. Спасибо, Андрюш. Продолжение следует...